Приступая к написанию этой рецензии, я ловлю себя на мысли, что мне дико не хочется ее пересматривать. Эта серия провал и банальный чисто порожний проходняк просто для того, чтобы кое-кто взял дословил кое-какие цветочки с необъявленной могилы у святой Мэдисон. И еще раз патронил фанов несбыточными намеками. Даже само название серии ничего на самом деле о ней не говорит. Авторы как бы в теории подразумевали мать как мать именно Тейди, которую он сам же давно же и убил. Но этот факт только характеризует именно его, но не объект его убийства. Мы и так знали еще от Джона-младшего, что Тейди маньяк, а значит в том, что он смог убить ее, нет ничего выдающегося. Всю серию авторы будто бы выстраивают вокруг Алисии, чтобы вроде как старый шизик смог испытать ее и проверить ее верность. Правда, какую верность она ему обещала, она вообще ничего не говорила. Правда, суть испытаний я вот как-то, честно сказать, не уловил. Вот допустим, что в этой бы серии никто бы вообще не продырявил колесо, и они бы никогда не встретились бы с группой со стадиона. Что бы было тогда? Вот если бы они оказались все-таки теми же самыми шизоидами Тейди, это было бы уже более как бы интересно. Я надеялся найти доказательства того, что люди, которых спасла твоя мать, мертвы, но даже не подозревал, что обнаружат живых, и что они еще лучше докажут мою точку зрения. А так, по факту, все, что предложил Тейди тогда Алиша, это просто показать мумию неизвестной женщины, которую он обозлачил как мать. И, а что дальше? Из того, что мы увидели, есть, конечно, два варианта. Либо Тейди буквально наобум повез двух девушек, надеясь встретить каких-нибудь разбойников и проверить их верность. Либо все путешествие заключалось в заборе ненастоящей матери и реакции девушек на эту мумию. Правда, в реале я не очень понимаю, чем он хотел так удивить Алишку. Чуана только не видела. На шоу руководят любители сказок, а значит, в их детском наивном мозгу и испугаться почти скелета можно очень даже. Она знала, что он точно плохой человек, если несогласных с ним превращал в заживо забальзамированных мумий. Но она же не знала, от чего этот ключ, скажете вы. Она знала, что оба ключа у Райли, а значит, важен именно он, а не старый придурок. Но мне же все же кажется, что Алишка могла иметь что-то вроде такого легкомысленного отношения к дедушке. Вроде того, что он пожилой и может просто ему нужны таблетки от склероза, но Алишка сможет их потом достать. Она же, помните, лечила когда-то ворону, которую Мэдисон в детстве им принесла. Ну, может, у нее вот такой вот флешбек в детстве случился вдруг. Но авторам мало всеми путями пытаться сводить Алишу и Тедди вместе, просто потому, что у них якобы когда-то погибли матери. Чтобы перца в эпизоде было больше, они вдруг из ниоткуда добавляют в эту гоп-компанию еще и Дакоту. Так надо было. Которая, по-хорошему, в это время должна сидеть буквально-таки скованно и на цепи в тюрьме Моргана. Но мы же не должны забывать, что сериал все еще пишут сказочники. А сказочники, они, наверное, все-таки все добрые, как и наш любимый гадс Кристиан Андреевич. Потому Морган тупой осел, разрешивший этой психованной просто шаландаться в его группе без дела. Будто убийство Джона уже все забыли. В итоге, как я понимаю, девушка оказывается полностью вольна идти куда угодно. И что же она выбирает? Она, конечно же, идет в стан врага. Кстати, не ясно до конца, серьезно ли она сначала хотела убить Тедди. Однако, как мы видим далее, она меняет позицию. Придется избавиться от меня тоже. Ля ты крыса, а! Точнее, может, это тоже ее план втереться в доверие сильнее к Тедди, чтобы потом его опрокинуть. В первых минутах новой 15 серии она явно без энтузиазма принимает идею Тедди умереть со всеми остальными здесь на подлодке. Говорят, что сестра с ее группой ключа имела совсем иное в своем стремлении строительства мира. К слову, там же Тедди рассказывает ей, что Алиша почему-то иная, чем она. А потому она заслужила право жить в новом мире после взрыва. И я думаю, что это не совсем то, что она хотела услышать. Эта девушка невероятно цинична. И умереть сама просто так, просто якобы, потому что ее никто не принимает в этом мире, в ее планы, я думаю, не входит. Иначе бы она не убила тогда Джона, а приняла бы свою участь и наказание за смерть Рейнджера. Возможно, даже через смерть. Дакота эгоистична. А потому инстинкт самосохранения заставляет ее тогда спустить курок револьвера. Примерно то же самое она еще раньше сделала с ноунеймом Рейнджером. И Дакота, это скорее всего такая квази-извращенная версия ее же матери. Ей хочется быть в этом мире, и хочется, чтобы остальные ее слушали. Причем, если даже не по воле, то так через силу. И я даже больше понимаю, почему Мэддокс так не проникается. Они оба ранее не были приняты обществом и хотели смерти своих близких. Вот лично мне, при всей, как бы сказать, необязательности этого эпизода, все равно очень нравится Мэддокс и Дакота, а именно как они взаимодействуют в этом эпизоде. Ну, я убил тех, кто встал у меня на пути, чье мировоззрение слишком сильно отличалось от моего. А меня мама запирала. Лишь бы упрятать подальше от людей. Но теперь мир устроен вот так. Но люди боятся не тебя. Их пугают твои слова, потому что они понимают, что это правда. И вот всего этого я не могу никак сказать про Алишу. Уже вторую серию подряд я не понимаю, для чего она здесь находится. Авторы просто добавляют ее сюда, чисто чтобы была, да, чтобы хоть как-то фанаты не забывали, что у них когда-то была такая крутая боевая героиня, как Алиша и Кларк. Никто никогда не вернется в третий сезон БХМ. Но в то же время все решения Алиши, что в той серии, что в этой, ни на что не влияют. Точнее сказать, один раз она все-таки приняла одно решение, но лучше бы она все-таки сидела дома. Алиша всю четырнадцатую серию просто-таки течет по движению сюжета. Вначале она просто лежит на полу, заправляясь пивком. Потом Шизик ее заставляет пойти с ним не пойми куда. Потом к ним присоединяется Дакота, также без участия Алишки. Затем появляются дурачки со стадиона. И лишь в этом маленьком кейсе она делает один собственный выбор. Затем она будто приходит в себя, направляет пушку на теги. Ну и тут Дакота выступает хитрее, спасая дедулю. А потом Кларк уже, наверное, в десятое в этом сериале раз, опять-таки садит на замок. И она опять ничего не решает. Алиша это какое-то знамя прошлых побед. Обязательный груз для шоураннеров, который нужно сохранить просто потому, что она последняя из Кларков. Ну а далее этого звания Гимпл и Ботаники не знают, что с ней делать. Нет, я не исключаю, что возможно далее, когда Тедди устроит таки свой мини-Чернобыль на небольшой территории Техаса, и с ним погибнут некоторые марганиты, это даст толчок Алише снова встать у руля. Это же снова все будет только в будущем, и то не факт. Вы же помните главное правило этой вселенной? I don't die. То есть, Алиша, подожди. В то же время надо отдать должное серии. Пусть эта серия для меня и не про Алишу, но эта серия, скорее всего, про Тедди. А вот смотреть на то, как Джон Гловер отлично, буквально-таки, каждый жилкой лица показывает свое то ли недовольство, то ли восхищение, то ли какое-то сомнение в Алише, это для меня дорогого стоит. Отличный актер. Надо истребить таких, как он. И хотя бы из-за этого этот эпизод стоит просмотра. Он знает, что Алиша опасна, если чуть не погибла, сама же спасая людей. Он знает про Кейс со стадионом, а значит не так туп, чтобы брать девушку с собой просто так. Он не раскрывает перед ней всех карт про ключи до самого конца, и этим как бы сам себе спасает жизнь. А еще он очень чумово показал любовь к якобы трупу матери, а потом абсолютно легко же размозжил его о землю, показав, что он не так прост, каким он хотел показаться на самом деле. Сих обаятелен. Этого у него не унять. Может, хотя бы Пайя этому Алишка так долго не спешила с ним расправляться. Причем даже когда узнала в машине, что он хочет уничтожить все, что ему не по душе, и то, что он сидел в камере с смертником, то бишь он почти точно был каким-то убийцей-психопатом. Ну и говорить про ущербность вдруг вернувшихся старых ноунеймов из 4 сезона, у меня уже просто нет никаких сил. То, что нам показали, это просто-таки Моралис в кубе, и, скорее всего, Моралис просто стоит в сторонке и пьет пивко. Вдохнуть просто так кучи непонятно как ранее выживавших людям с оружием в руках, которые на секундочку пережили нападение других людей-разбойников, скорее всего, армии и СРМ, и сейчас они умерли просто от того, что кучка в 10 человек зомби на них напала, и при этом они были с пушками в руках, как такое, в принципе, может быть? Это просто-таки надо выдать диплом по уебищности. Ну и всю серию лично я видел какое-то негласное такое напряжение между Райли и Тедди. Не удивлюсь, если оно все-таки к чему-то-то приведет, и уже на подлодке они точно могут как-то пособачиться. Возможно, все из-за той же самой Алиши.